Почти 5 миллиардов долларов достиг за первое полугодие товарооборот между Казахстаном и странами спека. Специальные программы ООН для экономик Центральной Азии. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наша страна в основном экспортирует муку и пшеницу. Об этом говорили в Алматы на экономическом форуме. Стало известно, что в перспективе планируется создание цифрового центра среди государств участников программы. Это поможет упростить такие процессы, как перевозчики и таможенный контроль. Участники встречи также обсудили тему экологичного будущего. Еще в повестку дня были включены вопросы экономической безопасности, перехода к зеленой экономике и цифровой трансформации. Отметим, в спека входят Афганистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эта организация оказывает максимальную поддержку странам, не имеющим выхода к морю. Сегодня Казахстан является, у него высокие показатели по энергоемкости ВВП, большие выбросы. Поэтому у нас есть в рамках парижского соглашения обязательства по принятию стратегии достижения углеродной нейтральности, то есть снизить парниковые газы. Сейчас более 350 миллионов в тонн в год мы, у нас есть, имеются выбросы в год, и мы должны сейчас снизить эти выбросы до нуля путем декарбонизации отраслей и процессов. В Беларуси начали делать хлеб с салом. По словам производителей, это единственный в мире хлебобулочный продукт такого вида. Минские пекарни удивляют потребителей экспериментальной выпечкой ровно полвека. Его сметают с полок и охотники, и рыболовы. Говорят, это удобный перекус на свежем воздухе. Предприятие учитывает и современные вкусы, тренде здоровое питание, экология. Беречь фигуру помогают полезные ингредиенты, а упаковка стала натуральной – из бумаги, лозы и льна. Кулинарный креатив не остается незамеченным. Лучших пекарей и кондитеров наградили за трудолюбие и фантазию. Полвека удивлять потребителей находками в хлебе и десертах – дело непростое. Хлеб и торты минское предприятие продают в Россию, Грузию, Казахстан и Армению. Пробовали и хлеб с грудинкой, хлеб с салом, хлеб с колбасой даже сырокопченой. Но все-таки остановились на темном хлебе именно с салом. Все-таки подобрана рецептура, именно вкус сочетается. Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации. Участники обсудили исполнение программы и отметили, что в течение ближайших трех лет в федеральном бюджете предусмотрено финансирование в размере трех миллиардов рублей ежегодно. В выполнении работ по 400 тысячам заявок из почти полутора миллиона, отданных на газификацию, вице-министр поручил ускорить ее темпы. Эксперты оценивают общий потенциал программы в более чем два миллиона домовладений. На сегодня заключены договоры на финансирование в размере 165 миллиардов рублей. Кроме того, Александр Новак поручил подключить обозревательные и медицинские учреждения к системам газоснабжения за счет бюджета. Инфляция в Великобритании обновила 41-летний максимум. Потребительские цены выросли более чем на 11%, сообщили в Национальной статистической службе. Чтобы сдержать рост цен, Министерство финансов намерено повысить налоги и сократить расходы. В Банке Англии тем временем считают, что дополнительное давление на экономику королевства оказывает Брексит. В сравнении с странами Великобритании замедлились темпы роста торговли. В числе других причин – подход в отношении цен на электроэнергию и отсутствие сильной налоговой поддержки. Ситуация с бизнесом в Германии напряженная. 300 тысяч немецких компаний находятся под угрозой банкротства. Об этом пишет местная газета со ссылкой на данные информационной системы. Каждое десятое предприятие страны столкнулось с финансовыми трудностями. Высокие затраты на энергию, проблемы с цепочкой поставок и инфляции бросили вызов для многих компаний. С марта этого года количество предприятий, находящихся на грани банкротства, выросло на 16%. Это серьезно ударило по бизнесу в стране. По официальным данным, в прошлом году в Германии обанкротились почти 14 тысяч компаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok